Сегодня мы с вами встретились, чтобы завершить начатый еще в августе текущего года очень важный разговор по вопросам образования в Беларуси. Напомню, что тогда в ходе обсуждений мной была поставлена администрацией президента и Минобразованию одна конкретная задача – дополнительно проработать изложенные в обновленных кодексе об образовании и правилах приема подходы к организации итоговой аттестации за курс средней школы и проведению вступительной кампании в ВУЗы. Мы взяли паузу, чтобы серьезно обдумать, правильно ли поступаем, отвечают ли наши подходы и в какой мере моему ключевому требованию – увидеть каждого абитуриента. Но при этом они должны обеспечить справедливые отношения и создать равные возможности для получения образования в высших учебных заведений для всех поступающих. Эти самые правила и подходы. Знаю, что в Министерстве образования и параллельно администрации президента проводились общественные обсуждения, опрос педагогов, родителей, всех заинтересованных. Очень важно, чтобы этот опрос, его результаты не подгонялись под ваше мнение. Словом, как мне докладывают, работа была масштабная, поэтому хотелось бы услышать о готовности системы образования местных органов власти вузов к предполагаемым новым введениям. Все ли сделано, чтобы запустить новый механизм, как министр тут предусматривает, с 2023 года? И есть ли вообще какие-то проблемы в связи с этим? Но больше всего меня интересуют, насколько оптимальны эти подходы в текущий момент. Это вопрос главе администрации. Какие дают преимущества для системы образования и страны в будущем? Не несут ли они потенциальных проблем? Вы должны были проанализировать все риски и преимущества новых правил с учетом общественного мнения. Доложите. Еще раз обращаю внимание присутствующих на поднятые вопросы непосредственно. Касаются наших людей, мы не должны своими решениями никого потерять, ну и, не дай бог, кого-то оттолкнуть. Наша задача как государство обеспечить, подчеркну, нашей молодежи наиболее широкие возможности для профессионального становления и развития в нашей стране. Тех, кто ищет сиротского хлеба за границей, мы сегодня о них говорить не будем. При этом вступительная кампания в вузы не должна быть лотереей или удачным стечением обстоятельств для отдельных абитуриентов. Если есть какие-то сомнения в принимаемых решениях и видите потенциальные проблемы, говорите. Времени у нас вообще нет. Времени не осталось. Здесь и сейчас нам нужно сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу. Постоянное реформирование и совершенствование после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены. Ну, кроме учебников, которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать. Вообще, это уже возмущает наших людей и менять правила игры постоянно нельзя. Давайте, наконец, поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу. Пожалуйста, слово министру. Вами была поставлена задача при разработке подходов к совершенствованию правил аттестации за курс общей средней школы при поступлении в вузы решить три задачи. Первое – это увидеть абитуриента. Второе – это не потерять одаренную талантливую молодежь. И третье – это прекратить боготню между университетами. Докладываю о предлагаемых подходах. Увидеть абитуриента возможно при сдаче внутреннего экзамена и прохождении собеседований. Сегодня такая возможность предусмотрена для выпускников, которые поступают на отдельные специальности гуманитарного профиля, сельскохозяйственные специальности, творческого направления, физической культуры и спорта. Также внутренние экзамены сдают выпускники колледжей. На сегодняшний день примерно 25% бюджетных мест выпускников сдают внутренний экзамен. Предлагаем в текущую вступительную кампанию для тех абитуриентов, которые будут поступать на целевую форму подготовки, предусмотренную в настоящее время сдачу внутреннего экзамена в виде устного экзамена. Таким образом, мы сможем увидеть будущих медиков. Планируем порядка 50% принять медиков на целевую форму подготовки. Будущих педагогов – это порядка 20-25% специалистов, которые будут приходить в сельское хозяйство. Таким образом, полагаем, что данные подходы смогут во многом нам позволить увидеть абитуриенты. Второе – это не потерять одаренную талантливую молодежь. Очень хорошо себя зарегистрировала форма принимать без вступительных экзаменов победителей республиканских и международных олимпиад. Уверенно, и обсуждение это показало, что данную форму нужно расширять. В этом году предлагается проведение университетских олимпиад в региональных вузах. Это позволит нам закрепить и оставить талантливую молодежь в регионах и подготовить соответствующие кадры. Хотел бы отметить то, что, безусловно, требует изменений и существующие общие подходы вступительной кампании. Введение централизованного экзамена как формы выпускной аттестации из общеобразовательной школы. При этом более глубокое детальное изучение данного вопроса показало, что сдавать целесообразно русский и белорусский язык – обязательный предмет, а второй предмет – по выбору, и это будет справедливым. При этом полагаем, что для тех ребят, которые будут поступать в университеты, мы можем предложить сдачу дополнительного экзамена в виде одного централизованного тестирования. Здесь мы видим решение принципиальной задачи прекратить бегать между вузами. Если ранее было предусмотрено возможность сдачи четырех централизованных тестирований, и, условно говоря, молодой человек мог выбрать специальность от лирика до физика. Сегодня, когда мы оставляем формат задачи двух централизованных экзаменов и одного централизованного тестирования, мы четко уверены, что молодой человек выбирает то направление, в котором хочет связать свою дальнейшую жизнь. Централизованный экзамен, принципиально его отличие от обычного выпускного экзамена в школе заключается в следующем. Все задания являются универсальными для всех участников образовательного. То есть все выпускники будут сдавать задания, которые независимо разрабатываются нашим республиканским институтом контроля знаний. Второе отличие. Сдача централизованного экзамена будет проходить не в школе. Это позволит существенным образом повысить объективность оценки. Это отмечают все участники образовательного процесса. Третье. Мы абсолютно уверены, потому что проверку заданий будет проводить не школа, а будет проводить республиканский институт контроля знаний. Будет абсолютно объективно, и мы сможем результаты централизованного экзамена абсолютно объективно использовать для поступления в университет. Я не готов сказать, что хорошо, что ребята, сдающие экзамены школьные, из Кричева поедут в Могилю. Вот это как-то странно. Неужели мы в районном центре не можем собрать выпускников и провести первый экзамен по языку литературы, а остальные по выбору, кому там мы не доверяем. Сегодня у нас определено 93 пункта сдачи централизованных экзаменов. В принципе, мы всегда старались их определить так, чтобы они находились в районном центре. Учитывая, что сегодня у нас порядка 60 тысяч школьников находятся на подвозе в сельской местности, выезд на централизованный экзамен особого большого стресса дополнительного не предстает. Вы правы в своих рассуждениях, но если в целом взять как-то это неубедительно. Это идеологическая должна быть компания. Совершенно верно. Почему мы ее должны из Дрибина забрать в горки, к примеру? Что плохого, что наконец-то вы повылазите из кабинета, вы побудете на этом экзамене. Что за проблема проконтролировать? Надо тут нам серьезно подумать и не сеять какую-то, грубо говоря, вражду между людьми. Надо отойти от этой надуманности, надо быть приближенной к земле. Подумайте. Я считаю, что экзамены мы должны проводить в районном центре максимум, не выше. Я из Витебской области, заместитель начальника Главного управления по образованию. Мы проводили пробный централизованный экзамен на базе городокского района и свозили туда детей Шумилинского района. 72 человека мы подвозили и проводили экзамен на базе городокского аграрного колледжа. Ребята по пропускам, по спортам проходят на пункт централизованного тестирования, смотрят свой предмет на стенде, выбирают в соответствии со своей фамилией номер аудитории. Это тоже случайный выбор. Это делает машина, выбирает аудиторию с учетом того аудиторного фонда, который мы подали. Проходят в эту аудиторию. В аудитории работают три педагога. Например, если это математика, то там будут работать педагоги гуманитарии. Задача педагога ответственного аудитории провести инструктаж с ребятами, рассказать, как заполнять бланки ответов, когда они получат задание. Два других ответственных проверяют по паспортам, те ли дети пришли. Идет жеребьевка мест, то есть я зашла в аудиторию, вытянула определенный номер, села за номер парты, например, 4. И затем оргкомиссия разносит пакеты экзаменационных заданий. И затем уже дети получают экзаменационные задания, ставятся на доски время выполнения экзаменационной работы. И в течение вот этого отведенного времени ребята работают. Выполнили работу, сдали работу. Мы все это пересчитали в конверты, запаковали и оргкомиссии все эти материалы сдали. Республиканский институт контроля знаний осуществляет независимую оценку данных работ. И по итогам проверки это проверяет машина, она проверяет объективно. И выставляет в соответствии со стабальной шкалой отметку. Затем эта отметка переводится уже в соответствии со шкалой в десятибальную отметку. И вот эта отметка выставляется затем с учетом годовой в аттестат ребенку. Я пытаюсь в целом, как опытный человек, оценить вот эту всю кухню. Как это воспринято будет родителями, учениками, правильно ли мы сделаем, что мы не встряхнем детей, как нас, когда-то по всем предметам, а не то, что по двум. Я к чему говорю, что да, мы какой-то уровень будем, школу подстегнем, но в целом мы знать не будем. Продолжение следует...